Ирина, 40 лет. Я все время недовольна собой. Много в жизни добилась, но как только дохожу до цели, так сразу мне этого мало и хочу что-то другое. Я сама себя уже загнала и измотала. Всем и всеми вокруг я недовольна. Синдром отличницы. От себя требую много и от других тоже. А все вокруг не согласны быть такими, как мне надо. Я злюсь. Как быть? Ну, во-первых, это очень серьезная проблема. Проблема перфекциониста. А перфекционизм связан очень интересный вопрос. Я не хочу. Кто это писал нам? Ирина. Ирина, дорогая. Я не говорю про вашу семью. Я говорю, как обычно это бывает. У вас в семье, может быть, все было по-другому. Ну, например, это может быть, чтобы вот вы поняли, что я не про вас сейчас говорю. У вас, может быть, мама была отличница и у вас генетически это передалось. А вот как это бывает обычно? Я же все-таки 10 лет в школе работал и разные семьи и разных детей видел. Очень холодные или агрессивные или истеричные родители. В общем, семья такая, что ребенок вообще не думает, что его любят. Ребенок изо всех сил старается обратить на себя внимание. Каким образом? Из кожи вон лезет, чтобы стать отличником. Чтобы мама, наконец, сказала, ну, молодец. Я уже не говорю, поцеловала, обняла, просто сказала, молодец. Чтоб папа хоть раз в жизни улыбнулся и хоть погладил по голове. И дети реально расширяются в лепешку для того, чтобы это сделать и получить хоть какую-то любовь родителей. Это, ну, как сказать, состояние этой ситуации вызывает у детей жуткую тревогу. Они очень себя нервно чувствуют в таком доме, где они вообще боятся пошевелиться и вообще не понимают, что их до сих пор детский дом еще не сдали. И когда они становятся взрослыми, у них это настолько уже выработано, вот этот перфекционизм, что они боятся допустить ошибку. Они не переносят недостатков других людей и своей шероховатости. Они переделают по 10 раз одно и то же. Они, знаете, как говорят у нас руководитель, он к себе требовательный и к коллективу. Да псих он обычный. Они от себя просят, требуют и требуют от других. Они не прощают, как их не прощали. Ну, им так, может быть, казалось, а может, действительно семья такая была жесткая. Родители мне прощали четверых, например. Да, я видел такие семьи, я работал в школе, когда приходила мать и при мне говорила, почему у тебя четверка? Дебил что ли? Ты что, не можешь на пятерку? В чем проблема? Я не понимаю. Ты что, не свидел, что тебе говорят? Ты не смотрел в условии задачи? Почему я спрашиваю четверка? Вот таким голосом. Ребенок плакал в это время. И когда этот ребенок вырастает, то он ни себя не принимает, потому что его родители не принимали, и он не принимает других людей, потому что другие люди вызывают у него просто бешенство тем, что они несовершенны. Это проблема, которая требует психолога. Почему я сказал, что это непросто? Я могу еще полчаса на эту тему распинаться, это вряд ли что-то вам даст. Вам надо убрать самые главные причины вашего состояния, это тревогу. Потому что перфекционизм, это фактически синоним тревоги. Не в смысле, что это тревожный перфекционист. Кстати, многие родители должны знать, что когда они требовательны к своим детям, то не все дети становятся отличниками. Некоторые становятся уголовниками. Ровно по той же причине. Они тоже хотят обратить внимание родителей, но плохо себя ведут. Еще раз медленно, вдруг родители не поняли. Вот есть семья, в которой есть дети, и родители очень жесткие и жестокие люди. И холодные, и детей не принимают, и критикуют, и бла-бла-бла. Так вот, кто-то в этой семье из детей пытается понравиться родителям, и вот таким образом обратить на себя внимание, учиться хорошо, все делать и так далее. А кто-то наоборот, он тоже ту же проблему решает, он пытается обратить на себя внимание родителей. Что он делает? Ворует деньги, разбивает мечом стекло, нарочно, кстати, не нечаянно. Прогуливает в школу, получает двойки, что-нибудь делает, чтобы хоть какой-то контакт был, хоть крик какой-то был в доме, для него это музыка. Потому что до этого родители вообще не разговаривали. Поэтому, когда вы не принимаете других людей, из них может все что угодно получиться. Но самая большая проблема, отличники они или хулиганы, они страдают от того, что вы их не любите. И вы страдаете от того, что вы себя не любите.